Милая Серьёзно, но в твоём месте в whole of my wife by my child Хвостатый. Вот, нет хвостов. За все время одно письмо. Женя, у меня все в порядке. Все в порядке. Какой там у тебя порядок? Одна с Ирочкой в общежитии. Сплетние разговоры. Ушла от мужа к другому. Это я, другой. Жена? Нет. Еще нет. Спасибо вам. Исключение, как приезжим. От 14 кадров засветили молодой человек. Музыка. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok О! Здорово! Ну, как у вас тут? Кинотеатр-то открыли? Тут новый дом сдавали. Ну? Вот это было кино. Анатолий, извиняюсь, вашей надежды супруг, двухкомнатную квартиру схлопотал. Одному двухкомнатную дали? Евгений Васильевич, жизнь наша меняется на глазах. Сегодня ты невеста, завтра жена, а послезавтра, извините, дура. Диалектика. Надя! 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 Вот, приехал. Здрасте. Как экзамены сдали? А, ничего. Главное, что сдали. Девочки, познакомьтесь, это Евгений Васильевич, из нашего управления. Татьяна. Валя. Практику проходят. Ну, до свидания. Надь! Надь, ты что? Девочки, вы идите, идите. Да нет, нет, что вы, мы же вместе. Счастливо! Надя, что с тобой? Люди, люди же кругом. Ну, что люди, что люди? Ты почему не писала? Пойдем ко мне, слышишь? Нет, нет, я не могу. Мне за Ирочкой нужно в садик. Анатолий приедет с базы, не обедал. Билеты у нас. Что? Какие билеты? Кино. На восемь пятнадцать. Ох, черт. Ночная смена у меня как назло. Подожди. Две копейки есть? Нет. Ну, у вас есть? Ну, две копейки. Сейчас, сейчас я позвоню. Пусть замену ищут. Мы в пятнадцатый. Всё ты брал? Последний сайт, Vicente. Сегодня в клуб пойду Абсолютно новая Енуля Ну как? Обтянулась уж очень Что имеем, то имеем Девочки, почему у кровати коменданту не сдаете? Дождетесь Вернусь В пятой комнате? Привет Сказали, у вас койка свободная? А ты чего это здесь? А что? А я говорю, давай сюда Прибыл человек Нужный А ее назад Музыкант же Ну и что же вы в гостиницу не пошли? Как раз для приезжих знаменитостей открыли А здесь для работяг Иногда, знаете ли, с народом необходимо пообщаться Ей только на одну ночь Вон Восемнадцатый верка сидит, скажете, Лида послала Прошу Мерси Колька дядев опять влюбился Вашими любовями Сытехонька Где Женя на телеграмму? Ха, виделись Чего человек мечется? Дочка, муж Спасибо бы сказала, что простил и обратно в дом взял Как порядочное Вчера еще получили Семью охраняете? Да, только вот плохо охраняем Простить себе не могу, что Наташку послушалась Как дура побежала еще коменданта упрашивать Чтобы койку здесь тебе дали с ребенком Ну хватит Ну не надоело тебе перед собой принципиальничать Ну влюбилась, бывает Так Анатолию развод, а с Грибовым в ЗАГС? Нет У тебя так все сложно, шаштошно Ну у тебя все так просто, что страшно Нет, это я так скажу Родила, про себя забудь Ребенок первым параграфом А любви тебе захотелось? Иди вон в кино сходи Или вон книжки почитай Вон у Наташки Полка от книжек этих ломится Наташа Ты чего, Наташка? Наташечка Ты что? Оставь меня Любовь на квартиру променял Так ведь на двухкомнатную А что, девчонки Давайте-ка завтра справим новоселье Потанцуем Выпьем В общем, повеселимся как следует Так А вот и Толик к нам в гости Давай, заходи, Толечка Я ее ищу, ищу А она Иришка в садике обревелся Маму ждет В кино собирались Толик Приехал? Да Толечка Хоть бы вы ей объяснили Садись, что ли? Ирку я к Фролову отвел Я пришел Ирку А? Да Не На. А я мясо купил. Хотел сварить. Настроения нет. Как жить будем? Зря ты билеты разорвал. Говорят, картина хорошая. Ты куда? На базу. Дело есть. Мясо в холодильнике. КОНЕЦ Ух, мазилы! Опусти! Слушай, я напереживалась. Анатолий придет, молчит. Накормлю его, молчит. Потом ревую весь вечер. Думаю, Костя знает. Уже скудахнулась. Интеллигентно. Интеллигентно играют. Я тут с Анатолием переговорила. Вам на море сейчас надо. Куда? На море. На черное. И ни в чем себе не отказывается. Ирочку к твоим. Вот Костик на неделю поедет, свезет. А еще чего? Сами отвезут. Слушай, какие с мясом? Вилочки натыканные. Родители навестят, как полагается. Туристы. Пошли домой. Ну, вставай. Вставай, маленькая. Пойдем домой. 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 Мамоленька, я хочу домой. Сейчас. Девушка, посмотрите, пожалуйста, до востребования. Я телеграмма, а востребование уже закрыто. Ну, пожалуйста, посмотрите. Господи, да откуда вы знаете, что вам есть письма? Да письма есть, есть. Девушки, ящи, да ладь-нус. Ночная смена поехала. Опоздаем. И вот это вот все зависть забетонить не в жизнь. В наше время не дефицит. Пошел бы ты куда-нибудь. Я не уважила, А он пошел с другой. Калина красная, Калина вызвела. О, Евгений Васильевич, здрасте. С приездом вас. Привет. Ты чего это так рано? А почему рано? Сегодня же бетон. Надо посмотреть, проверить. Ох ты. А чего это вы в ботиночках? Вот, возьмите смеечка. Подойдут. Мулачка, хотите? Оль, у тебя муж хороший? Очень. Получку домой приносит. Не пьет, наверное. К тому и хороший, да? А я люблю, когда он немножко выпьет. Сажает меня на колени. Давай, Ольга, песни петь. Поем. А вон наш дом за рекой. Один сейчас сидит с Сашкой. А ботиночки я подсушу. Спасибо. Спасибо, Оля. За 20 лет своего существования бригада Павла Егоровича Пономарева вырастила не только передовой отряд высококвалифицированных рабочих, это нас с вами, но и дала путевку в жизнь. А, вот в отпуске. Иду по Москве, а навстречу Санька Алпатов. Дядя Коль. С портфелем, я думал. Дядя Коль. Я думал, иностранец. Ну, слышали. Все уже знаете. Дальше, дальше, дальше. Интересная биография диспетчера Евгения Грибова, любимца бригады. Еще мальчишкой он попал в этот коллектив, заменивший ему семью. Постоянно чувствует молодой специалист, как помогает ему Пономаревская закалка. Чувствуешь, Генечка, а? Ну, вопрос. Этой весной Павел Егорыч заболел. Но, как заверил нас его заместитель Алексей Иванович Назаров, наша бригада по-прежнему будет высоко. Хватит, хватит. Сам изучит. Держи. Ну, любимец публики, приехал ты прямо в точку. У нас, понимаешь, мероприятие одно намечается. Да. Вас. Да. Сколько вагонов? Ну, давай в пятый тупик. Ребята, мероприятие у нас с вами одно. Монтажники просто рыдают. Что, котловод, что ли? Да считай, что он тебе здесь. Тут Генчик другое. Прораб наш на глазах растет. Специалист молодой, а уже обнаглевший. Вот смотри. Закрывали наряды по 6.20 в день. Ну. А сегодня закажу в бухгалтерию, гляжу, по 30 копеек вычеркнул, а? И ведь что же не обидно? Пришел бы в бригаду. Так было и так, ребята. Фондов нет, выручайте. Слава богу, не крохобор. Конечно. Вы ведь не за копейки. Справедливость. Чего? А принцип материальной заинтересованности. Тоже мне богач нашелся. 30 копеек в день, а в месяц 7 рублей набегает. Точно. Аккуратно, две заначки от супруги. Рубли мы, рубли мы видали. Нет, ясно. А вот отношения такого видеть не желаем. Вон и Марьевцев, может, вся страна знает. Короче, Генчик, бригада решила этого случая, этому прорабу не прощать. Заявление на постройкам. Врежем. Что? Жаловаться? Нет. У нас своя программа. Нет. Ты сейчас возьмешь эту трубочку. И слегка дрожащим голосом. Погоди, погоди. Официально, как диспетчер, начальнику строительства, товарищ Бирюков, ЧП, пономаревцев обидели. Бригада волнуется. У людей к работе никакого настроения. Срочно приезжайте. Так Бирюк через 5 минут как штык будет здесь. Ему же котлован-то эти? Вот как нужен. Нишку сразу за прорабом. Проучим мальчика, так что на всю жизнь запомнят. Не мы у него работаем, а он у нас. Так, значит, слегка дрожащим голосом. А что? Правильно. Бирюков приедет. И парень, конечно, на всю жизнь запомнит. Это точно. Одно воспоминание от человека останется. Да? Я же сказал, сначала варить верхние трубы. Да. Это Грибов? Ну, Грибов. А это друг Анатолия небезызвестного вам говорит. Приезжай, парень, сюда, в гараж. Разговор намечается. Смотри, диспетчер. Тещу свою пугай. Можно. Все можно. И позвонить, конечно, можно. Только потом стыдно будет. Всем. Ты напонял, понял, не бери. Вы слабо помнишь? Ну. Я что ли? Мерзлым грунтом начальника участка стол засыпал. Коэффициент оплаты доказывал. Да хватит. Я утром доказывал. А ночью мы полсотни кубов этого грунта покидали. Я то дело доказывал. А ты вот спесь свою доказываешь, да еще человека гробишь. Ладно. Хватит. Учитель нашелся. Любимец бригады. Ну ладно, ладно. С тобой-то у нас всегда любовь была такая, знаешь. Давай звони. Легкая. Иначе вам котлована не будет. Ну кому это вам? Ну кому вам? Женя, Женя. Завелись, ребята. Позвони. Не надо здесь свой характер показывать. Не надо, дядь Коль, да? А где надо? В буфете, когда пиво не дольют. Ну а вы че ж молчите? Ну. Я бы уступил, а тут политэкономия попахивает. Да отвали ты. Начальничек. Ну вот что. Назаров, бригаду от работы отстраняю. Все. Чего-чего? А че, ребят? Пошли. Отвечать-то ему придется. Пошли. Вырос, да? Пошли. Ну хорошо. Да вон она. Смотри, Грибов. Карьеру испортим. Пошли, ребята. Ребята, Назаров, ребята. Да вы что? Все. Ребята, все правильно. Генчик, как за стол сел сразу, изменился. Ну ладно, хлопцы, погрячились и хватит. Там же бетон. Портреты свои забыли. Сам расхлебывай. Вот, Бирюков ему за характер. Ребята. Евгений Васильевич, я так считаю, что у нас никогда рабочий класс не бывает виноват. А я кто? Рокфеллер. Ну, подумаешь, сгоряча ведь он сказал. Я позову. А? Никуда они не денутся. Качай базар. Поехали. 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 Ах, дураки. Грибов, Грибов, направляю бетон на 19-й котлован. Грибов, бетон пошел. Все нормально. Приму. Алло, Коваленко. Это бетонный. 8 машин к вам посылают. Ну, а ты чего? Ну, чего? Ну, давай, ну, гони за ними. Извините, что поздно. Не спал еще. Павел Егорыч, мне поговорить. Ну, о чем говорить? Вы меня не знаете, я вас. А если дело, в горсовет приходите. В депутатские дни им без записи принимают. С трех часов. Привет. Ты чего это дома? Собирались в кино до раздумали. Не знаешь, что не тратить, куда автор направит или так же? Не слышала. Спасибо. 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 Павел Егорыч, Женя приехал. А вы, собственно, чего ждали? Не на войну уезжал. Ну, зачем вы там? А как умеет? А вы для чего пришли? Покаяться? Так я не поп, чтобы грехи отпускать. Павел Егорыч, скажите ему, чтобы он уехал отсюда. Совсем уехал. Ну, вот что. Вы мне Женьку не трогайте. И не уедет он никуда. И за каждое дело бросать так. Я не каждая. Любит он меня. Он-то любит. Уж если Женька знакомить приводил, так... Чего разлюбит. Перезимуем. И Женя всегда так говорит. Вы знаете, я замуж выходила как-то просто. Да многие так. Заботливый. В доме пришелся. И все говорят, на кого еще в жизни нарвешься. А тут сразу видно. Хороший человек. Да он... На самом деле хороший. Хороший. Жили. И вдруг Женя. Мы с ним такие счастливые были. Мне теперь до смерти вспоминать. Какие мы с ним счастливые были. И когда я с ним, мне все ясно. А вот... Одна останусь. И... Места себе не нахожу. Все кругом шепчутся, осуждают. Ирка к отцу урвется. Действительно. Действительно выходит, что я свое бабью урвать хотела. А им горе. А я щеприджение решила, что я вернусь. А ему не говорила. Просто хотела, чтобы спокойно им уехала. Я виновата в ней платить. Так. Подвиг, значит, совершен. Действительно, совершаешь на семейном фронте. Ну и как же ты теперь в семье? Плохо. Очень плохо. Да. Что других обманывать нельзя. Этому вас научили. А вот что себя нельзя обманывать. Забыли научить. Ничего, проживу как-нибудь. Как-нибудь. Передайте это. Скажите, чтобы уехал. Иначе я не знаю, что будет. Сядь. Сядь. Я побегу. У меня Иришка там одна. Проснуться. Дочка у тебя, человек серьезный, беседовая. Она и проснется, не испугается. А где муж? Не знаю. В больнице я тут погостил. С клапанами что-то называется. Инфаркт миокарда. Звучит. Два месяца на спине. А вот ты сказала, проживу как-нибудь. И так можно. Только обидно. Ты вот что, соседка. Пойди-ка чайник на кухне погрей. О, а что вы так дружно? Соскучили, что ли? Дела, Егорыч. Проходи. Поехали. Законно. От живого бетона уйти. Второй сапог ищи. Нашли с чем шутить. Егорыч, ты погоди. Дать тебе чего-то и скажи. Да иди ты. Не нужен я вас. По квартирам соберу людей. Пойдут. Давай сюда. Ну, давай. Грибов его обидел, начальник. А этот начальник подвес смены на бульдозере вкалывал. Я его с бульдозера растягивал. Я. Егорыч, ну ты погоди. Погоди, ну, едем мы, едем на котлован. Ребята сами машину ловят. Ты десять лет в одной бригаде специалист. Одному знаешь? Одному. Когда один сидит, у других тоже задыть и жалеют. А с тобой, заместитель, разговор особый. Женька Грибова их от работы отстранил. Бедняги. Павел Иванович, сердце же нельзя. Ты мое сердце не жалей. Ты свое береги. А чего вы все на нас? Вы знаете, между прочим, как Грибов с рабочими разговаривает? Да какой ты рабочий? Ты стручок. Зелень. Ну, знаете. Лопату в руки взял жароводчик. Сохватили транспорт. Едем. Экспресс, Егорыч. На кого котлован оставили? На кого хозяева страны? Дед. Дед. Ну, ты зачем приехал? Ну, раз тебе можно? Поболеешь тут с вами. Опять ты на меня. Опять я виноват. Назаров, одной боди Ямала, ставь вторую. Слушай, дед, ты кончай меня воспитывать. Я воспитанный. Ты вот лучше им скажи, за 30 копеек. 30 копеек обед. Людьми управлять посложнее, чем бульдозером. Механизм потоньше. Механизм потоньше, чем бульдозером. Механизм потоньше, чем бульдозером. Где были-то герои труда? Золото искали. Нашли. Нашли, нашли. Давай двигай. Двигай. Ну ладно, ладно. Майна, майна! Майна, майна! Хорош! Майна, майна! Хорош! Хорош! Ольга! Ира! Все бы немного прихватило крепкого. Да. Либраторы! Пошло! Дай папирошу. Дай говорю. Ты, сигаретка. Привык. Экзамен выдержал? Тройки. А знаешь на сколько? На стверке. Ну, бывает. Дочка! Вадюк вовне опускай, не дергай! Дед, давай я тебя домой отправлю. Простынешь. Сам езжай. Ни один котлован у тебя. Чего тебе? Егорыч, там на круглом фундаменте болты сбиты. Может, поглядишь? Чертеж неси. И наряды ваши на стол положи. Вадим. Ладно. Слушай, дед, ты Надю не видел? Чего? Надю не видел? Надежду? Нет. Давно не встречал. Тебе что сказано? Езжай отсюда. Скорей, скорей! Ну, где вторая машина? Николай! Чего, чего? Жена, а что это звонили? Да нигде мы не были, ну? Тут мы были, тут. И Дань, Коля тут, ну все тут. Какой шофер приезжал? Кончай говорить, клади трубку на место. Бабы! Бригаду позови. Всех, что ли? Всех, всех. Ладно. Тебя как звать-то? Андрей. Видал? Иконостас устроили. А это кто? Это... Джина Лола Бриджида. Чего? Джина Лола Бриджида. В голову Бриджида. Скажи, пожалуйста. Ну, а это? Марианин Монро. Монро? И ты что, всех знаешь? Всех. Видал? Вот ваши тридцать копеек я нашел. Назаров. А зачем после экскаватора вручную копали? Экскаватор плохо земли выбрал. Вот и копали. А твои глаза где были, когда котлован готовили? Он же... Он же не инженер, Егорыч. Он за это дело не отвечает. Наряды небось сто раз проверил. А земля не твоя. Ну, ладно. Я за бригаду. А так... Можете снимать меня? Назначайте другого. Хоть сейчас. Сначала котлован забетонишь. Ну, действительно, сделай лишнюю работу. Ну, платить-то обязаны. Ну, что ты за мной ходишь, как санитарка? Ребята послали. Хм... Заботливые. Переживают. КОНЕЦ В бригаду надолго? Честно. Стаж заработаю, потом в институт. Так. А кто бетон принимать будет? Бетон? А то по конкурсу не пройдет. Ага. Вон как. Вы не обижаетесь только. Вот вы всю жизнь рабочим. Его достигли. Ну, бригадир. А я кончу институт. Могу хоть до министра дорасти. Так. Ловко. Не верите, что добьюсь? Почему? Почему? Мечта у тебя доступная. Не понял. Со временем поймешь. А чё, красиво. Грибов, Грибов, сколько кубов на девятнадцатом приняли? Бетонный, бетонный, бетонный. Вера, сколько дней, как Надя ушла из общежития? А вы лучше у неё спросите, Евгений Васильевич. Нервы поберегите, на данном этапе биографии пригодятся. Грибов, Грибов, отвечай главному диспетчеру, Грибов. Григорий Матвеевич, мне в город надо, дай полчаса. Ты что, с ума что ли сошёл? Григорий Матвеевич, надо, понимаешь, надо. Чай, чёрт с тобой. Евгений Васильевич, не гоните, Евгений Васильевич. Евгений Васильевич, не гоните. Евгений Васильевич, не гоните. ПОЛЬНЫЙ СТЕКТ Позови Анатолия. Никого нет. Ирочка только. Ясно. Кино на 8.15. Ирку караулишь? У нас караулила, тут караулишь подружки. Женя, меня девчонки послали. Толик в клубе, он в ужасном состоянии. Надя туда побежал. Я даю ей все, что я делаю. И если вы видели, что я любила, ты любила, что я любила. Она дает мне все. Во, смотри, еще одну бутылку берут. Слушай, брось ты ее. Пускай себя плывет. У меня их три было. Все слетели с моей фамилии. О, смотри, я любила, что я любила. О, смотри, я любила, что я любила. Я даю ей все, что я любила. Надя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наш гость, студент-практикант Фредди Траурин. Траурин исполнил песню своей далекой солнечной родины. Ты мне машину сделал, как новенькую? Я для тебя все. Мы сейчас с тобой поедем к этому диспетчеру. Уедут. Ой, уедут ведь. Пора. Да не дрожи ты, я здесь. Давай. Вон того бери, с цветочком. Позвольте вас пригласить. На дамский танец. Меня? Ну да, вас. Мерси вам, дама. В следующий раз. Поехали, Толик. Ну что ты? Ну что ты бегаешь? Родной. Я все понимаю. Так, нельзя мне было тебя здесь одну с Ирочкой вставлять. Молчи не надо, не говори ничего. Ну вот что. Поедем в диспетчерской подремлешь, в котором за Ирочкой вместе. Не надо. Нельзя. Я вернулась ведь, Женя. Все. Я твои письма отнесла Павлу Егорычу. Я тебя жду. Надя. Надя. Наденька. Надя, что ты пропадаешь? Мы же тут извелись все. Они убивать Крибова поехали. Ты поняла? Всю стройку сказали об лазе, им о Грибова найдем. И Шифирюга с ним знаешь такой? Николай. Он. Он Толика в коляску, а сам мотоцикл поет. Они тихие все такие. Он или Грибова убьет, или себя, или в милицию попадет. Точно. Володя, Володя. Женя не видел. Был, уехал. Куда? Не знаю, куда поехал. Не знаю. Войни на диспетчерскую. А твой муж, когда Ивча ушел, больше не появлялся. Диспетчерскую, СУ-94. Да-да, Грибова. Не отвечает? На станции в буфете искала? Да, везде была. Стой, стой! Не он. Поехали. Зря все это. Я тоже так раньше. По ночам искала. Я тебя понимаю. Ох, понимаю. Я на своем местном бегала с заявлениями. Стыдно вспомнить. А его все от меня тянет и тянет. Хуже нет. Если человека любишь, его тянет. Ушел бы. Так он, может, и не ушел бы. Сама отпустила. Здесь, что ли? Ага. Так вот. Слышь? Сама ведь я его отпустила. Глянь-ка. Морщинок много? Да нет. Не очень-то еще пожилая, верно? Детей нету. Вот и видно. Спасибо. Счастья тебе! И тебе! И тебе! Женя! Женька! Женька! Прости. Прости. Вон сколько понастроили. 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 Кубов сто. Маловато. Машины плохо ходят. Дед где? Спит. Давай, давай, Клопочка, давай, давай. Стоп, хорош. Чего это некоторые редко ездят? Ты лучше смотри, чтоб потише дергали. Вон, видишь, бетон плескается. Ты где ночевал? Тоже прокол? Она машина, то идет, то нет. Машина, машина. Правда, тетя Клавочка? Племянничек отыскался. Глаза бесстыжие. Машина, машина, 12-15-3, езки не достает. Куда они деваются? Куда? Назаров! Назаров! Что? Химичат, ребята. Они ваш бетон Коваленкову к новым домам возят. Он за рейс два платит. Некоторые клюют. Вот, вот, пожалуйста. Подожди. Насчет Коваленкова. Точно знаешь? Не знаю, Женечка, не знаю. Может, твои возят. Может, не твои. Видишь ли, водители народ загадочный. Да, вот так, дорогой коллега. Пиво хочешь? Жена чаем заправляет. А я на пивко меняю. Тихаря. Между нами. Тебе, Евгений Васильевич, жениться пора, а? Как ты считаешь? Когда мужик женится, он вроде бы умнеет. У тебя отец-то кто? С 43-го никто. Без вести пропал. Значит, сманил мои машины, Александр Федорович. О, господи. Ну, лови. Лови меня. Я, Женечка, строитель. Мне за ночь дорогу нужно построить. Я ее построю. Вот такая комбинация. Куда? Философский вопрос ставишь. Отвечу. В наше время все дороги ведут к коммунизму. Разрушаешь ты, Коваленков. Самое поганое из людей тянешь. Ошибаешься, парень. Я просто человека понимаю. Вот была война. За что мы сражались? За родину. И я сражался. Родине не имею. А сейчас народ борется за материальное благосостояние. Копейка сейчас во голове всего. Врешь. Все ты врешь. Мамаша. Мамаша. Чего? Привет. Здрасте. Ты храбрый, а? Не очень. А что вы у меня спрашиваете? Дело есть. Коваленков слушает. Где? На переезде авария. Да. Авария. Час будет. Евгений Васильевич, я поеду. Сейчас нагрянет ГАИ. Затаскают. А мне с ними ссориться никак нельзя. Иди. И что? Дважды два четыре. Ну? Дай-ка. Бывай. Ну? Одна лошадиная сила. Включай мотор. Поехали. Техника. Сейчас стремя загорать. Нас не побьют? Могут. Ты что, нам соснула? Дай-ка, Тимотя! Дай-ка, Тимотя! Ты что, обалдела? Что машины-то держишь? О, Герасимов. Привет. Ну, сколько можно, открывай. Заходи, гостем будешь. Чего, заблудился, да? Котлован-то в другой стороне. Шуточки у вас. Что, шума-дураки нет? Где авария рулевые? Какая авария? Полчаса шлагбаум закрыт. А еще, говорят, на железной дороге порядок. Ага. Ты что ли звонила? Я. Какая авария? Ты что, у меня транспорт держишь? Шлагбаум я закрыл, Александр Федорович. Что? Я. А, ребята? Ты за такие дела диспетчер знаешь, что? Красным тут занимаюсь. Чего с ним тут разговаривать? Открой, шлагбаум. Слыхали рулевые. Ну, что, закурим? Помаленечку. Кури, дорогой. Ты что, свихнулся? Собрание, да? Полчаса потеряю. Какая повестка ночи, диспетчер? А ты вон, у Герасимова спроси. Герасимов, иди сюда. Ну, иди сюда. Вот у этого, 22,95. Ну, иди сюда. Подожди. Слушай, Герасимов, а ты почему здесь? Вы же Грибову возите. Давай, Александр Федорович. Объясни, почему это мои машины, тебе бетон возят. Между прочим, простой за ваш счет рулевые. Какие? Да открывай ты, шлагбаум! Не наше дело! Пусть начальники сами разбираются. Открывай! Точно. Почему же это не наше? Наше дело. Ну, ты-то чего? Да действительно, что ты? Да, ребята, свои. Да, бывает. Бывает. Пишу за один рейс-два. Мне бетон нужен. А на них вся стройка держится. В любую погоду шуруют, и днем, и ночью. Они простые ребята. Что им нужно? Им нужно заработать. Верно говорю, рулевые. Конечно. Коваленков не дачу себе строит. Я дома сдаю. Народ без жилья задыхается. Ты любовь-то к народу побереги. А то ты утра все израсходуешь. Слушай, диспетчер, ты со своим тут сам разбирайся, а мне, слагбом, открой. Да! Я, между прочим, Коваленкову занаряжен. Сейчас, товарищ Грибов, нам лекции на моральные темы читать будет. Грибов, кончай демагогию. Ни время, ни место. Действительно, давай открывай. Подождешь! Чего подождешь? Ты, что ли, за меня деньги зарабатывать будешь? Ты, что ли, мою семью кормить будешь? Ты, да! Открывай, давай! Сломаю! Сломаю, слагбаум! Ломай, ребята! Иди, иди, ломай! Да, это само собой. Ломай. Ломайте. У меня там, на котловане, старик Пономарев больной пришел. А вы неужели за рубль все продадите? Да он же вас за людей не считает. А, ладно. Твоя взяла, Коваленков. Вот так. Давай, Рита, открываем слагбаум. Учить я, она ни при чем. За все отвечу я. В составе шахт я заплачу. Заплатишь, заплатишь. За все заплатишь. За самодурство. Открывай. Не открою. Что? Не открою. Вы, вы перед гастрономом на доске почета висите. Я сдеру вас завтра оттуда. Днем при всех. И пусть милицию забирают. Ну-ну, партизанка. Ну, а вы-то что стоите? Бессовестные. Ты куда? К Пономарёву. Ну, смотри. Смотрю. Жалишь. Вот это. Вот это. К Пономарёву. Герасимов. Сколько ходок сделали к Коваленкову? Я знаю. А кто еще из Грибовских ездил? Сколько ходок? Ну! Ну, по пять. Отчего? Так. Ребята, делай, как я. Разворачивайся. Рассчитаемся за этим. Ну, а ты-то чего стоишь? Догоняй. Да, ты поучи, поучи меня. Товарищ Коваленков, ну, чего? Ничего. Ничего. Всем ничего. Мне чего? Нашли Рыжего. Да ну вас всех. Можете звонить начальнику станции. Моя фамилия Рязанцева. Сколько лет от тебя? Семнадцать. Моя фамилия Рязанцева. Вот. Женя, Женя, стой. Стой, Женя. Нам осталось всего ерунда. А крановщица говорит ветер. Евгений Васильевич, я на посту. Смотрите, какая несознав ill... Скажешь завгару, что больше тебя не присылал. Понял? Я тебе дам ветер. Я тебе покажу ветер. Женя, мы ее уговаривали, уговаривали. Евгений Васильевич. Она вразивная инструкция. Убивать вас не хочу. А может, я застрахован. Вот, видите? А они? Духов! Что, может быть, попробую, а? Не надо! Все! Кран работать не будет! Так. Кончаю, Андрей. Весел. Здорово. Приехали. Вот так всегда, Клавочка, как жениться, так ночь короткая. Ну что... Понасажают баб на технику. Пономарёва будить надо. А что тебе, Пономарёв? А что, по-твоему? Что, Пономарёв? Что он тебе ветер в карман запрячет, что ли? Позоветовал. Дядя Коль, ты не помнишь, где у нас тачки запрятаны? А что, вручную откатаем. Да они давно металлолом сданы. Да нет, машина за ними приезжала. Егорча обратно отправил. Они там лежат под навесом, в туалю накрытые. Точно? Ну, точно, но. Ну, что, ребятки. Вспомним годы молодые, а? Айда. Пошли, усы. Пробуем. Лава, разгружай. Айда. Разгружайся. Давай. Сюда скорей. Ты посмотри, что делается. Стой, стой. Шабаш. Порядок. Ха-ха-ха-ха. Тащи, Андрей. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Раз. Стой. Стой, 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 стой. Не так. А что? Не так. Меня этому делу в отпуске. Молдаване учили. Клава, давай. Хозяйствуй. Клава, давай. Дело мастера боится. Хе-хе. Ну-ка, Клавочка. Красный. Вот дает, да? Красный. Не побольше. Дядь Кольфери, давай. Да. Хватит, давай скорей. Давай ударником. Андрей, иди буди старика. Иди. Не надо. Пусть спит. Почему? Точно, Женя. Мы ему, вон, сердце оставим. А? А вообще-то Андрей, буди, Егорыч, а, ребята. Точно. Без старика и арбуз не в арбуз. Давай-давай. Буди, деда. Буди, Андрей. Дима. Не надо. Пусть спит. Не надо. А ты? Ты соленый пробовал? Вот закуска, правда? Ещё давай. Ребята. 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 Пусть спит. А ты что здесь сидишь? Сижу себе, сижу. А чего вам не спится, товарищ Бирюков? Пономарёв умер. Что? Сейчас диспетчер позвонил с котлованом. Вот так, девушка. Умер Павел Егорыч Пономарёв. Подождите! 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 КОНЕЦ 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 Ну неужели уедете, а? Нет, долги отдать надо Что? Долг надо отдать Не слышу! Я говорю, долг надо отдать А где старик? Где котлован, на котором ночью были? Старик, вон там! Не вижу, где? Вон там! Вон там! Если был, просто был, побывал на земле И ушел, но никто не заметил Слабый след твой лишь ветер нашел И замел, и замел на планете Если ты не вздыхал, а дышал и любил Боль других принимая на плечи Значит шел, а не просто пылил Значит жил, значит жил на планете Я люблю, я люблю эту землю людей Я река, я роса на рассвете Я хочу после смерти своей Снова жить, снова жить на планете Я хочу после смерти своей Снова жить, снова жить на планете Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»